И штрафной Вот бывает же такое, сидишь дома, телевизор смотришь, и все так хорошо, и даже наши не в сухую проигрывают. А потом телевизор выключаешь, вокруг посмотришь и понимаешь, что-то надо менять. Вот, например, кресло, но обивка надоела уже. Нет, конечно, можно постелить на нее накидочку веселенькую, как у бабушки моей. Но это же не современно как-то. Интересно, а можно на нем хотя бы раз в год менять обивку? Вроде и сэкономил, и кресло каждый раз как новое. А может быть, кто-то так делает? Давайте разбираться. Я точно знаю, куда нужно идти для того, чтобы узнать, можно ли часто менять обивку на кресле, на мебельное производство. Но для начала нужно изучить историю вопроса, кто и когда сделал первое кресло. Мягкая мебель может рассказать много интересного и разного о своих современниках. Использовать диван, чтобы посидеть, поесть, поспать и выполнить еще множество других дел стали очень давно. Древние римляне ели в постели, читали, писали и даже заключали сделки. Происхождение мягкой мебели вызывает большое количество разногласий. Одни считают, что мягкая мебель зародилась в странах Древнего Востока, а другие – в период классицизма. Сначала мебель обтягивали просто тканью. Потом для повышения комфортности стали набивать мебель конским волосом, лебяжьим пухом, овечьей шерстью. Изначально мягкая мебель предназначалась только для сидения. Спустя время во Франции ее стали использовать и для дневного сна. Каждое новое столетие создавало новые стили в архитектуре и дизайне. Например, стиль барокко принес нам канапе и шезлонг. Стиль рококо, трюмо и столик для туалета с трехстворчатым зеркалом. Модерн изобрел кресло без подлокотников и со спинкой в виде половинки раковины. Сейчас, кроме формы в мягкой мебели, стремительно меняется содержание. Появляется огромное количество удобных механизмов и опций. И то ли еще будет. Получается, вот так лежим мы где-нибудь у бассейна, на шезлонге. И даже не задумаемся о том, что он шезлонг. Это тоже мягкая мебель. И ее также кто-то изобрел. Ну, шезлонгам-то все проще. Матрас убрал, матрас положил, и вот те перемены. Меня-то интересует мое монументальное кресло. Поэтому пойду и узнаю, можно ли его как-нибудь обновить. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно. Алла Славиковна. Алла Славиковна. У меня дома есть кресло. Ну, мне его родители отдали. Он такой уютный, мягкий, чистый. Я за ним ухаживаю. Ну, вот расцветка поднадоела. А можно сделать так, чтобы кресло осталось тоже, а расцветка была новая, менялась это почаще? Да, конечно, можно сделать, но это не так легко и просто, как вы себе представляете. Что-то мне не верится. А может, вы расскажете мне об этом на производстве и, в принципе, покажете, как эти самые кресла делаются? Да, конечно, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Предприятие, на котором я сегодня оказался, совсем небольшое. На площади чуть более тысячи квадратных метров расположены все цеха. Некоторые даже, ну, чтобы далеко не ходить, находятся в одном помещении. Эдакий мебельный конвейер. И все здесь как-то тепло, уютно, одним словом, мягко. Мебель тут производят не в промышленных масштабах, но все равно серийно. Это означает, что существует несколько десятков моделей диванов и кресел, и их можно заказать. Поэтому весь процесс производства мягкой мебели налицо. Да и люди улыбчивые наверняка помогут разобраться. Если мы исключим из процесса изготовления мягкой мебели лесопилку, все остальное у вас есть? Да. Ну и расскажите, с чего у вас здесь все начинает работать? Это столярный участок, распиловочный цех, то есть куда поступает древесина, ДСП, ДВП. И в этом цехе на разных станках происходит процесс распиловки древесины на детали, которые потом идут в сборочный цех, где собирается уже столярный каркас для мягкой мебели. Мы на отнюдь неэлитном производстве, поэтому основным аргументом при выборе материала для изделий здесь является стоимость. Как мне рассказали, это не особо влияет на качество, потому что экономят с умом. Алла Славиковна, мне непонятно, вот почему какие-то элементы мебели делаются из натурального дерева, а какие-то, ну, скажем, из ДСП? Основной каркас мягкой мебели собирается из натурального дерева, а остальные детали можно поставить либо ДСП, либо фанеру, либо картон мебельный. А почему так? Потому что нагрузка, которая идет на кресло, либо диван, когда человек садится отдыхать, либо просто посидеть, попадает на натуральное дерево, чтобы это было крепко, качественно, надолго и надежно. А те детали, которые могут быть не рабочие, а просто для декорации, то есть боковины, либо там подлокотник, их можно собрать из ДСП, из фанеры, использовать картон мебельный. Теперь понятно, спасибо. Конечно, если вы настроены приобрести долговечную мебель, то нужно обратить внимание на мебель с каркасом из натуральных пород дерева. Стоимость будет различаться в зависимости от породы. Элитная мебель изготавливается из бука, дуба, карельской березы. А если она не по карману, то есть и бюджетные варианты. Например, мебель из хвойных пород деревьев. На Акубане чаще всего используют сосну. Но в любом случае, перед тем, как что-то делать из этих досок и бруса, их на правильном предприятии обязательно просушат. Иначе, если древесина останется сырой, со временем ваш диван перекосится и будет похож на американские горки. Сучки и трещины должны тщательно выбраковываться уже на заводе-изготовителе. А потом доску дополнительно отшлифуют уже на производстве. В распилочном цехе стоит несколько стандартов. У них нет числового программного управления. Да при таких объемах это и не нужно. Вот на этом можно быстро и много напилить ровных кусков. А на этом, в презерном, делают более ювелирную работу. Изогнутые детали и дырки под болты. Особо сложные деревянные детали, в мягкой мебели это всевозможные украшения, выпиливают вручную при помощи электролобзика. Это только на первый взгляд выглядит просто. Для начала мастер должен грамотно разместить все детали. Он обращает внимание на поверхность плиты, заранее предугадывает, в какую сторону лежат волокна. Далее, в зависимости от материала, он подбирает скорость пиления. Например, если это дерево, то скорость распила будет достаточно высока. Но при этом, если чуть сильнее подтолкнуть лобзик вперед, то сильный нажим и ускорение позволят сделать работу быстрее, но могут просто испортить этот инструмент. Вот на скольких бы производствах я не побывал, всегда приходит одна и та же мысль. Ведь все это похоже на разные детские игры. Вот это будто собирают какой-то деревянный конструктор. Только непонятно, что из этого получится в итоге. В итоге точно получится красиво. Мало кто знает, что прежде чем все эти детали будут собираться в такие вот деревянные арт-объекты, их обязательно нужно отшлифовать. Все крупные обрабатывают на станках, а мелкие, либо уж заковыристые, вручную. А сейчас я сам что-нибудь попробую. Ну что ж-то я в школе на трудах табуретки не делал. Мне рассказали, как это работает и, ну допустим, вот эту деталь я сейчас сделаю идеально гладкой. Черная, включаем. Нет, ну действительно идеально. Мне кажется, я почти профессионал. Теперь напиленные и гладко отшлифованные детали мягкой мебели нужно собрать в каркасы. Ну, чем не скульптурный цех? Чтобы мастера не запутались, они берут заготовки с определенных полочек в распилочном цехе. Детали могут отличаться одна другой миллиметрами. Собирают каркасы при помощи специальных пневмоинструментов. В основном пневмопистолетов. Они мало весят и очень удобны в работе. Современные пистолеты могут забивать 5 гвоздей в секунду. Эти мастера уже и забыли, как неоднократно приходилось бить молотком по гвоздю, чтобы утопить его в доске. Гематический пистолет загоняет гвоздь по самую шляпку с первого удара. Также в процесс сборки входит установка всевозможных пружин и механизмов. Вот тут они ждут, когда же их вмонтируют в диван-кровать. Эти механизмы настолько разнообразны, что нам просто необходимо в них разобраться. Диван с механизмом трансформации «Еврокнижка» сегодня можно по праву считать одним из самых популярных, прочных, надежных и долговечных. К тому же разложить его сможет даже ребенок. Механизм трансформации «Клик-кляк» является аналогом книжки, но при этом в «Клик-кляке» предусмотрена возможность приведения дивана в промежуточное положение, благодаря которому вы можете находиться в положении полусидя или полулежа. Считается, что механизмом французская раскладушка чаще всего оснащают самые модные диваны с точки зрения дизайна. Их опора состоит из лад, металлической или ременной сетки, сверху которой натягивается тент, изготовленный из прочной ткани. Благодаря этому конструкция приобретает дополнительную пругость и прочность. Диваны с механизмом трансформации «Аккордеон» складываются и раскладываются по принципу гармошки. Эти механизмы – это целые системы. Алла Славиковна, у вас я видел каркасы от диванов и кресел, в некоторых из которых были, вот как здесь, натянуты пружины, а в некоторых – эластичные ленты. Расскажите, в чем разница? Мебель, которая предназначается для отдыха дома, там ставится мебельная лента. Для того, чтобы человек, когда лег отдохнуть, либо присел отдохнуть, это было ему комфортно, удобно и мягко. А на офисную мебель ставится пружина, потому что она качественнее, долговечнее, потому что проходимость на офисной мебели, конечно, больше. Туда больше людей садится, встает, и чтобы она прослужила долго, дольше, естественно, ставится пружина. Итак, прежде чем мебель становится мягкой, ее должны сконструировать и изготовить лекало. Затем мебель-крояд. Крупные ровные детали просто на раскроенных, а мелкие и особо сложные – на фрезерном. Некоторые элементы мебели выпиливают лобзиком и абсолютно все обязательно шлифуют. И только потом все эти детали собирают в нечто, что хотя бы отдаленно напоминает предметы мебели. Вот и наступил момент, когда эти конструкции начнут превращаться в именно мягкую мебель. На этих больших столах краят мебельные чехлы. Ничего обмерять не нужно. Достаточно приложить уже готовое стандартное лекало. Но главное, как мы помним, в таком бюджетном варианте мебели – экономить. Поэтому лекало раскладывают совсем не как попало. Так, на ткани, которую выбираем для определенного модели мебели, раскладывается лекало. Лекало надо раскладывать очень экономно, аккуратненько. То есть лекало уже подобрано так, чтобы лишняя ткань не оставалась, ничего больших выбросов не было, потому что на всем надо экономить и быть во всех делах аккуратными. А давайте попробуем угадать, что это получится в результате. Это будет кресло. Да, вы угадали. На самом деле это не так уж и сложно, и это обнадеживает. Получается, менять обивку на моем креслеце можно будет хоть раз в год. Для того, чтобы чехольчик, так сказать, сидел, его нужно не только грамотно раскроить. Качество строчки напрямую отражается на внешнем виде мебели. Конечно, такую мебельную одежду шьют на специальных машинках. Они похожи на обычные, но главное их отличие в том, что им все равно. Попадет под их иглы тонкая подкладочная ткань или плотная искусственная кожа. Причем чаще всего мастера сострачивают одновременно сразу несколько слоев разного назначения. Мне рассказали, что даже при таких небольших объемах производства, как здесь, машинкам тяжело. И каждое утро специальный наладчик их настраивает на работу. Алла Файкона, я так понимаю, все это заготовлено для одного дивана. Но зачем? Ведь видно только одну ткань. Да, это всего лишь для одного дивана. Но вы видите всего лишь одну ткань, которая красивая самая, а это все остальное используется для подкройки. То есть каждая подушечка, каждая отдельная деталька либо обшивается, либо подкладывается с разными видами тканей. Спанбонда, синтепона, термостежки и так далее. Эта тоненькая ткань используется для подушек, которые набиваются синтепухом, синтешаром и используются как декоративные красивые подушки уже на диване, либо на кресле. Черным спанбоном забивается кресло, либо диван снизу, как заглушка, заглушечная часть. А если бы не использовались вот эти ткани, конечно, цена бы на мебель была намного выше. Потому что если бы использовать только ту ткань, которую красиво мы видим на диване и на кресле, то, конечно, она была бы еще дороже. И, в принципе, не очень удобная в использовании, потому что там ткань получается по толщине, а здесь ткань мягкая. Мебельные ткани сейчас такие разнообразные. Кроме вопроса цены, их выбор – это просто вопрос того, нравится, не нравится. Ну и в случае с недорогой мебелью – практично, непрактично. Расскажите, ну а есть какие-то наиболее популярные виды ткани? Ну, либо те, которые обладают какими-то особыми качествами, о которых мы еще ничего не знаем? Ну, изначально, в любом случае, нужно определиться, для чего нужна эта мебель, на какую модель. То есть, если это детская модель, то мы можем вам предложить какие-то красивые расцветки, гобеленовые ткани, очень качественные, с красивыми рисунками, мультяшками. Это, естественно, понравится и ребенку, и прослужит очень долго как бы в мебели этот диван. Либо, если это офис, то, конечно, лучше всего выбрать кожзам, потому что там проходимость большая, и оно по качеству и уходу намного проще, нежели другие ткани. Также Алла Славиковна мне подробно объяснила, что если диван для детской, то его обивка должна состоять максимально из натуральных волокон, и при этом легко чиститься и быть неприхотливой в уходе. Идеальными для такой ситуации станут шенил или полностью натуральные ткани, покрытые специальным защитным составом. Если вы выбираете диван в гостиную, то можно остановиться на синтетических или искусственных тканях, которые могут совсем не содержать натуральных волокон, но быть износостойкими и неприхотливыми в уходе. Но если это будет диван для хола, так сказать, представительская мягкая мебель, то нужно обращать внимание не только на эксплуатационные характеристики обивки дивана, но и на ее внешний вид. Чаще всего наиболее приемлемый вариант для такой мягкой мебели все-таки кожа, а не текстильная обивка. А вот если я не хочу кожу, есть какая-то замена, которая ни в чем не будет коже уступать? Да, конечно, сейчас предлагают много ткани, которая по качеству не уступает кожзаменителям, либо натуральной той же коже, по качествам в плане ухода и чистки за этой мягкой мебелью. То есть она и стирается хорошо, и чистится хорошо, и не пропитывает себя, не пропускает воду, влагу. Не меньшим разнообразием отличается и мягкое содержимое мебели. Это тот самый слой комфорта, который делает ваше кресло удобным и мягким. Чаще всего используют поролон. Это легкий, наполненный воздухом пористый материал. Мебель с таким наполнителем хорошо сохраняет форму, но со временем снижаются показатели жесткости и восстанавливаемости. А здесь мебельный каркас оббивают поролоном. Для этого достаточно мебельного степлера и вот такой мастерицы, которая буквально за несколько секунд может обить поролоном целое кресло. А теперь, внимание, момент истины. Своё место занимает обивочная ткань. И, кстати, её также прибивают. Продолжение следует... Несколько рабочих дней и полный зал мебели. Теперь остаётся только прикрепить подушки, которые тоже набиты поролоном и заранее обшиты мебельной тканью или кожей. И всё, кресла и диваны готовы. Скажите, пожалуйста, а всегда так происходит? Всегда обивку к мебели вы прикрепляете в стольких местах? Да, конечно. Обивка к мебели должна крепиться во всех местах, потому что, чтобы держать, естественно, и форму, она пошита по форме определённой на каждую деталь, чтобы это выглядело как кресло либо диван. А я так думал, что её можно быстро взять и поменять. Нет, так быстро это нельзя сделать, потому что это трудоёмкая работа. То есть надо изначально разобрать, если это старое кресло, вырезать лекало, пошить чехол, и одеть, и, как вы говорите, прикрепить во многих очень местах, чтобы оно было похоже на кресло. Ну хорошо. Хотя бы раз в год возможно менять обивку на мебели? Да, это, конечно, возможно. Но это немного долго по времени, трудоёмко, но, естественно, затратно. Хоть жаль. Ну вот я и узнал, как производится мягкая мебель. Теперь знаю всё о том, что нужно для того, чтобы расположиться в ней комфортно, и почему перетянуть старое кресло – это целое приключение. Но с производства ухожу не с пустыми руками, а вот с таким сувениром. Домой, конечно, его не повезу. Оставлю в музее нашей программы и буду следить за тем, чтобы прослужило долго. Продолжение следует. Покройте её мебель целиком и отбейте, как оббивайте ковры, тонкой палкой или мухобойкой. Такая уборка не поднимет пыли, поскольку вся она останется на простыне. Также существуют разные варианты ухода за определенными видами мебельной ткани. Для регулярного ухода за обивкой из флока достаточно протирать её мягкой тряпкой или пылесосить. Чистить велюр нужно щёткой с мягкой щетиной, а после обработки пылесосом рекомендуется протереть его хлопчатобумажной тряпкой, смоченной на шатырном спирте. Загрязнённую кожаную обивку достаточно протереть смесью уксуса и водки, но не только места загрязнения, а всю поверхность целиком. Стоит заметить, что на подобных материалах хорошо видны царапины и лучше не позволять прогуливаться по кожаному дивану вашему коту. А если на обивке всё-таки появились трещины и надрезы, можно восстановить её с помощью специальных комплектов для починки порвавшейся ткани. Сегодня я узнал, как делают мягкую мебель. Мне рассказали, на каких мебельных материалах можно сэкономить, какие мебельные ткани бывают и почему не так уж и просто поменять отбивку на старом кресле. На сегодня это всё. С вами мы увидимся на другом кубанском производстве, где и будем узнавать, как это работает. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok